Готовься они летом! Глава района провел совещание с руководителями управляющих компаний о подготовке к новому отопительному сезону. Мы продолжаем наш проект «Точка на карте». Сегодня поселок Неванка – тихий уголок красивой природы и чистой экологии. Если очень захотеть, можно в космос полететь. В летнем оздоровительном лагере «Березка» прошло космическое открытие сезона. Здравствуйте! В эфире новости Бугучанского телевидения. В студии Александр Мажеванов и обо всем более подробно. Сегодня прошла очередная сессия депутатов районного совета, которая стала последней перед каникулами. На сессии депутаты обсудили более девяти вопросов, среди них изменения в бюджете района, снятие полномочий с депутата Дмитрия Вербы из-за несдачи декларации о доходах в течение двух лет. Депутаты также внесли изменения в регламент районного совета. И вновь прозвучал вопрос о работе в почтовых отделениях в поселках Бугучанского района. Большим событием стал подарок, который сделал один из депутатов для своего района. Николай Горбачев, руководитель лесозаготовительного предприятия «Горлесмет» и по совместительству депутат Бугучанского районного совета подарил автотранспортному предприятию автобус. Маршрут, по которому будет следовать этот автобус, соединит сразу несколько весьма удаленных от районного центра поселков. Мы этот автобус хотели купить для предприятия. Я был на торжестве, на юбилее района. Ну и в том числе, когда на обеде Клешко выступал и сказал, «Ребят, давайте мы какие-то внутренние резервы все-таки посмотрим, каждый у себя». У меня мелькнула такая мысль. Из-за того, что я, наверное, все-таки очередитель в единственном лице этого предприятия, в принципе, все равно за мной решение этого вопроса. Я не думаю, что кто-то из моих людей, работников, будет против. Я думаю, они, наоборот, будут все поддерживать меня. Короткое сибирское лето для управляющих компаний становится горячей порой, когда нужно подготовиться к предстоящей зиме. Глава района провел совещание с руководителями управляющих компаний по подготовке котельных к предстоящему отопительному сезону. Подробности далее. Все теплооснабжающие организации доложат о состоянии дел, о предписании контролирующих структур, о том, каким образом на сегодняшний день решаются вопросы, все вопросы подготовки к зиме. Работа любого предприятия начинается с разрешительной документации. Глава района Александр Бахтин не зря начал совещание именно с вопроса о предписаниях. Как оказалось, количество предписаний доходит до нескольких сотен. Учарженкомхоз имеет 241 пункт предписания, значит, проведен анализ предварительный, предположительно, по тем данным, которые представлены у каждого учарженкомхоз, 91 будет устранено. Конечно, большинство предписаний носят не технический, а документальный характер, но некоторые действительно способствуют стабильной работе котельной. Но на исправление замечаний потребуется немало времени. По итогам этого года мы несем коррективу в инвестиционную программу, ну, к вам обратимся, если не обратились еще, то с просьбой внести коррективу в инвестиционную программу, именно все усилия направить на устранение замечаний Ростехнадзора. Это испытание труб, значит, заземление, молният воды и так далее, и так далее. То есть появились те замечания, которые, ну, раньше на них как-то, ну, будем так считать, менее обращали. По итогам всех проверок Ростехнадзор должен выдать паспорт готовности котельной, но так получается не всегда. Все же благодаря таким замечаниям работа котельных районов стала стабильнее и лучше. Стало же лучше. Вот на самом деле не хватало спецовки сейчас. У нас практически спецовку мы обеспечивали. Она плюс много, плюс метить. Мы не хочу сказать, что... Позитивная работа, кстати, получат жилые. Кстати, получат жилые. Почему отметила жилые, да, намного лучше стало. Позитивный сдвиг такой, молодцы, они как бы не игнорируют и работают. В итоге пришли к мнению, что такую работу надо продолжить и дальше, и тогда, благодаря совместным усилиям, объекты ЖКХ будут соответствовать требованиям современного времени. В конце совещания затронули тему энергетики. В прошлом году на линии передач в южной части района произошла крупная авария. Нужен большой ремонт, чтобы повесить надежность системы. А для этого вновь придется отключать электричество на длительное время. Администрация района будет согласовывать энергетикам не более четырех часов отключения энергии, после которого подача электричества должна быть восстановлена. Александр Машванов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр», «Богучаны». Сразу после совещания депутат законодательного собрания Юрий Ефимов ответил на несколько вопросов нашей телекомпании. В том числе он подвел итог того, что удалось сделать в районе за последние 10 лет. Все эти 10 лет снимали жизнь нашего района. И вы видите, как качественно, как кардинально изменился наш район. И мало того, он меняется и на наших глазах. Понимаете, что я могу с этим временем сказать? Я очень счастлив, что я причастен к этим изменениям. Кто бы мог 10 лет назад подумать, что у нас будут работать такие гиганты, как БАС или Краснодарсинвест, он заработает Краснодарсинвест. Кто у нас мог подумать об этом? Нет. Кто у нас мог мечтать о том, что мы ведем эту многострадальную нашу больницу? Никакого в 2007 году даже проекта не было. Понимаете? Поэтому я как раз и горд и счастлив, с одной стороны. А с другой стороны, и рад, подводя некоторую промежуточную черту, могу сказать одно. С вводом Багучанской больницы как раз заканчивается наше обязательство, которое мы в свое время очень много. Там более 600 было наказов за 10 лет, которые притворили в жизнь. Это гигантское количество наказов. Мы притворили в жизнь в каждом районе. Даже вот сейчас здесь мы стоим с вами, в центре Багучан, в парке. И здесь мы как раз говорим о том, что и благоустройство парка делается. И парк, думаю, на следующий год будет уже другим. Понимаете? За нами, за моими плечами, за моей спиной музей. На сегодняшний день это, можно сказать, среди сельских музеев. Все это говорят и подчеркивают о том, что это очень достойного уровня музей, служащий воспитанию патриотизма у наших детей. Понимаете, есть чем гордиться. Но есть, опять же, и это дает толчок некоторый. Дальше и дальше жить люди должны лучше. Они должны, я вот уже говорил, что забыли. И это правильно. Они должны забывать то плохое, что было когда-то в нашем районе. Те дороги, те непроезжие места. Я думаю, что через пару-тройку лет они забудут и некачественную медицинскую, наверное, помощь. Надеюсь. Надеюсь сильно. Поэтому будем двигаться. Будем двигаться и дальше, больше и дальше развивать наш район. Неванка. Поселок химиков и лесорубов. За свою недолгую историю Неванка успела пережить и скромное начало, и бурное развитие. Сейчас поселок обрел стабильность и славится своим радушием ко всем гостям. Смотрите сюжет из цикла «Точка на карте». В часе езды от районного центра на берегу реки Ангара расположился поселок Неванка. Название свое он взял от небольшой речушки, которая в этом месте впадает в Ангару. Это название трактуют как восход солнца. И действительно, название удивительно подходит поселку. Красивый, ухоженный поселок, где жизнь течет не спеша и обстоятельно. А начиналось все с того, что на этом месте временно решили закрепиться лесорубы и химики. В первую очередь это лесозаготовительная производство было и лесохимическое. То есть Неванский химрисос добывал живец, которое было в обедах на военное вооружение, в общем-то, а устроение самолетов. Вообще, первоначально в 1957 году, когда строился поселок, он был совсем маленьким, а деревня Гольчамина уже в это время была. И были производственные площадки. И вот знаете, наверное, это старая Неванка у нас, начало строительства. И когда вот с 1957 года, то есть там было самое-самое молодое поколение, это ехали сюда на строительство. Вы знаете, тогда еще вот, потом начало строительство Гольчанская ГЭС, и вот население, и потом это был самый мощный у нас, самый мощный был лесопромхоз. Инбахинский, где заготавливали 480 тысяч километров леса. И, естественно, были молодые люди, очень много было бригад, которые работали на Неванскаде, которые вот на самом деле производство, вот основное производство, это все было в их руках. Старая пословица гласит, нет ничего более постоянного, чем временное. Эта пословица сработала и здесь. Спустя полтора десятка лет после основания, временный поселок начал переживать бурное развитие. И понятно почему. Здесь тайга раскрыла свои богатые запасы древесины и особой смолы. Очень много было леса, вот все берега ангары, вот это вот, они были завалены, прямо целой высотой, такой высокой стенами леса, очень много было леса. Ну и у всех, особенно мужчин, конечно, была работа в то время. Вот. Поселок еще строился. То были 70-е годы прошлого века. Строились дома, учреждения образования и культуры и многое другое. Казалось, что с каждым десятилетием жизнь будет становиться лучше и лучше, ведь крепкие сильные предприятия, как лесхоз и хим лесхоз, будут существовать вечно. На рубеже веков поселок Неванка столкнулся с той же проблемой, как и большинство малых населенных пунктов Красноярского края и всей страны. Большие предприятия закрылись, на смену пришла частная собственность. Но поселку удалось удержаться на плаву. И сейчас жизнь в Неванке кажется стабильной и есть уверенность в завтрашнем дне. Люди любят свой поселок. Вот, когда начинается благоустройство, они заинтересованы, они выходят на субботники. Это мне очень нравится. Стараются территорию вокруг себя облагораживать. У нас очень мало, то есть предписания есть, но очень мало наказаний, то есть, потому что люди стараются в свое время все убрать. Ну и потом, наверное, вот те люди, которые прожили на этой родине, малая родина будем так называть, они, конечно, будут ее любить. И мне нравится, что сегодня волонтеры. Вот строят ряд, это работало очень хорошо. Молодежь уже не спешит покинуть родной поселок, ведь даже вдали от крупных городов можно создать комфортные условия для жизни. Я думаю, комфортно, иначе мы бы сюда не приезжали. У нас есть хорошая спортивная база, здоровительный центр, хорошо работает клуб, то есть досуговая система вся у нас полностью работает. Смотря что вы считаете цивилизацией, чистый воздух и экологически чистые продукты тоже уже многое значат для нас. Поэтому в город можно съездить, отдохнуть, получить удовольствие и приехать обратно, дышать чистым воздухом. Красивая природа, щедрая земля, кормилица ангара и огромная тайга. Для тех, кто не боится труда и суровых сибирских условий, Неванка может стать по-настоящему родным домом. И раскроет свою настоящую внутреннюю красоту, которую и правда можно сравнить с восходом солнца. Если не можешь улететь в космос, сделай так, чтобы он прилетел к тебе. Летний оздоровительный лагерь «Березка» торжественно провел официальное открытие сезона. Темой стало «Космическое путешествие». О том, что самое главное для юного пилота и кто возглавил звездный экипаж, расскажет Елена Факеева. Молкие, умелые, готовые и смелые, никогда мы не грустим и всегда всех победим. Начало смены – это настоящий праздник как для детей, так и для взрослых. Для торжественного открытия отряды собрались около сцены. Большое космическое путешествие с маленьким принцем. Именно так звучит тема сезона. Поэтому отряды в этом году не простые, а космические. Как здорово, что я оказался именно здесь. Космическое путешествие 2017 начинается! Капитаны кораблей отдают рапорт начальнику смены Марии Филатовой. На время сезона она – главный командир и наставник. Торжественную линейку, посвященную началу космическому путешествию, построенный капитан экипажа Лукин Семенов. Молодец! Поздравить юных космонавтов приехали специально приглашенные гости. Вам здесь комфортно, вам здесь хорошо. А самое главное, я считаю, не столь условия, сколько дружба, единство, хорошее настроение и ваше здоровье. Удачи вам и хорошего отдыха! С праздником! Я хочу вам пожелать крепкого здоровья, набраться его на Дон на целый год вперед. Я хочу вам пожелать найти здесь друзей и с ними дружить всегда. Ну что, друзья, поздравляю вас с открытием, уверен, замечательных 19 дней, в течение которых у вас будет всегда отличное настроение. Я уверен, что будет очень много таких событий, каждый день принесет вам такие события, которые надолго вам запомнятся. Я желаю вам увлекательного путешествия в этой стране, чтобы улыбка не сходила с ваших лиц, чтобы вы все прибавили килограммы, когда будете уезжать из лагеря, и лили слезы по своим друзьям, и вам было жалко с ними расставаться. А на следующий год вы все вернулись в наш детский оздоровительный лагерь «Березка». Удачи вам всем! После поднятия флагов ребята исполнили гимн лагеря и пустили в небо разноцветные шары в честь открытия. Сияло солнце, тень стоял телесный, ни в суть текла, ни смела, а гора. Березка лаги нас чудесный, тебя мы не забудем никогда. Вожатые ребята подготовили зажигательные танцевальные номера, чтобы зарядить всех энергией и отличным настроением на всю предстоящую смену. Скучать им здесь точно не придется. На весь сезон запланирована насыщенная программа. Будут проведены не только спортивные и развлекательные мероприятия, но и творческие кружки. Кружки все проходят, так скажем, вожатской. Составлен график кружков. Ну, те кружки, конечно, которые традиционно дети любят, и которые с удовольствием идут на них. Каждый день отряды будут ждать новая планета. Так ребята начнут свое настоящее космическое путешествие. Елена Факеева, Мария Цой, Максим Мартыненко, телекомпания «Спектр Богучаны». 1 июля в честь Дня молодежи в поселке Говорково на острове Шубарь жители района соревновались в силе, быстроте и ловкости в форме шуточных конкурсов. Подробности расскажет Мария Цой. Начало второго месяца лета жители района отметили танцами и конкурсами. Команды из поселков Таежный, Невнка, Хребтовый и Говорково собрались на острове Шубарь и проверили свои спортивные навыки. Также каждая команда постаралась выделиться креативными нарядами и девизами. «Наши племя, шлеми дикого огня, это наша вся семья, мы храбры, сильные, ловки, бойтесь нас, мы как волки!» Затем каждая импровизированная племя представила творческий номер, в котором она показала сцену из своей жизни. В первом конкурсе команды должны были добраться до острова Шубарь на необычном виде транспорта. Каждая племя старалась показать лучший результат. Следующий конкурс сплотил команды еще сильнее, а невероятный туман над водой придал событию особый антураж. В третьем конкурсе племена почувствовали себя настоящими охотниками за бананами. Еще один конкурс показал, кто из команды умеет держать равновесие на веревке. «Бегом, бегом, шишу!» «Опа! Дошел, дошел, ползи так! Остальным будет еще лучше!» В завершении дня каждое племя станцевало танец перед огнем и получило заслуженные призы. Машинистов Андрей Юрьевич, заместитель главы Багучанского района, восхитился смелостью и креативностью участников. «Вы видели настоящие события индейские какие-то! Вызывали дождь, гром, все вымело на самом деле!» Мария Цой, Александр Можеванов, Максим Мартыненко, телекомпания «Спектр», Богучана. В эфире рубрика «Старая пленка». Сегодня вы увидите легенды, традиции и приметы народного праздника восточных славян Ивана Купала, а также услышите песни богучанского вокального коллектива «Ангарские напевы». Смотрите сюжет на рубрике «Старая пленка». Множество купальских поверьей и обычаев связано с животным и растительным миром. Люди верили, что в эту ночь все вокруг оживает. Животные обретают доречи, а травы наполняются особой чудодейственной силой. Поэтому можно ходить и собирать их для исцеления от недугов и защиты от различных бед. Цветы и травы, собранные в ночь накануне Ивана Купалы, наутро клали под росу, чтобы усилить их свойства. «Еще гадание. Два венка кидаешь на воду, один своим именем называешь, другой именем парня. Если венки сходятся, то скоро свадьбе будет». Юля с подругами искренне верит народным преданиям. Они полны желания собрать 12 трав и сплести заветный венок. «Нам еще нужно много венков сплести. Женихов-то много у нас. Вот будем проверять, с каким вместе будем. Будем венки. Один первый венок плетешь, называешь его своим именем. Все остальные именами женихов. И кидаешь в воду. С каким сойдется, с тем и замуж выходить». В легендах говорится, что в Купальскую ночь растения разговаривают между собой. Деревья переходит с места на место, а реки светятся волшебным светом. «А какие особенности? Ну, допустим, считалось, что в Иван Купала все травы наделялись какими-то необыкновенными свойствами лечебными. Поэтому надо было кататься по траве, ходить по росе босиком. Так как Иван Купал раньше называли Иваном-россельником тоже. Потому что вот именно по традиции ходить по росе. Почему 12 трав? Потому что новое солнце поворачивает в сторону зимы, день летнего солнцеворота». С Иваном Купала связывают удивительную легенду о цветке папоротника. Ровно в полночь он зацветает на несколько мгновений огненным цветком. Нужно поймать этот момент, и тогда все желания обладателя цветка сбудутся. А еще девушки гадают в канун Иванова дня. «Вечером есть еще такое гадание. Вечером идешь, собираешь эти травы перед тем, как спать ложиться. И уже идешь с этими травами молча и спиной к дому. Загадываешь себе какой-то сон, то есть что ты хочешь увидеть. Ну это про себя, естественно. И все, подходишь к дому, ложишь под подушку эти 12 трав, ложишься спать. Говорят, что сны вещи Иван Купала. Девушки направляются к березе, чтобы провести обряд чесания. Считается, что волосы вырастут густыми, а гребешок выметит все грехи. Прибавится здоровье. Другой старинный обряд – кумование. По народному поверью, после обмена венками дружба девушек станет прочной. Их можно считать сестрами. Обрядовое действие купание в утренней росе символизирует очищение. Праздник Ивана Купала наполнен мифами и легендами. Иванов день не должна пропустить ни одна женщина, потому что все обряды посвящены ее благу. В праздничную ночь купание в воде продлевает молодость и дарует красоту. Искупавшись ночью, можно прыгнуть через костер. Огонь очистит душу. А поутру, собрав первую росу и приготовленные венки, наши девушки отправились дарить праздник своим коллегам по певческому коллективу «Ангарские напевы». Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Мы вас поздравляем с Иваном Купала. Да, вас тоже с праздничком. Веночек из 12 разных трав. Ульяна Демидовна давно не ощущала себя такой счастливой. Сам праздник пришел в гости к ней домой. Этот венок она сохранит в течение всего года. Он защитит ее от бед и болезней. Это же очень спасибо всем за внимание. Конечно, это же очень хорошо. Спасибо большое, что нас не забывает. Чудеса, конечно, верю. И в Бога верю. С Днем Ивана Купала связано великое множество интересных примет и поверий, ставших неотъемлемой частью культурного и исторического наследия. Молодежь приобщилась к песне с традициям в народном коллективе «Ангарские напевы» и неразлучным фольклорам по сей день. Ивана, девочки в поле гуляли. Милые подарки, сделанные от всей души, вручили и Марфе Терентьевне. Известная шутница, песенница Пейбуньи, выдала нам зажигательную частушку. Раньше еще говорили, что Иван Купала помогает, в этот день нужно купаться, обливаться. И Бог даст здоровье, и все. Ивана Купала поливает, говорит, кого попало, но только осторожно. В древности поклонялись большинству Купала, которое олицетворяло летнее плодородие. От древнего языческого праздника сохранилось немного, но главное – это оптимизм и хорошее настроение остались. Екатерина Золожкова, Артем Кулаков, 10 канал. И это были все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Все наши выпуски можете смотреть на нашем сайте tv-спектор10.ru. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Отделом МВД России по Богучанскому району разыскивается Потапова Татьяна Вадимовна, 2000 года рождения, жительница поселка Пинчуга Богучанского района. 14 июня 2016 года примерно в 2.00 ушла из дома, расположенного по адресу поселок Пинчуга Богучанского района Красноярского края, улица Комсомольская, дом 2, квартира 1. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы на вид 18-20 лет, рост 165 см, телосложение среднее, плечи горизонтальные, глаза серо-зеленые, волосы прямые, длиной до поясницы, цвет волос рыжий, челка прямая, часто собирают волосы на затылке, перетягивая резинкой. Речь ясная. Особые приметы отсутствуют. Была одета в черные облегающие джинсы, красные тряпочные кеды, носок кед белый, шнурки белые, черная спортивная кофта на молнии с красной резинкой на поясе. В случае получения какой-либо информации о разыскиваемой, просим вас незамедлительно сообщить по телефону 02-21-998, дежурная часть, 8-960-770-85-27, 8-999-314-02-62, 8-950-406-11-88, 8-923-771-97-17. День воинской славы России. 7 июля. В этот день в 1770 году русский флот одержал триумфальную победу в Чесменском сражении, разгромив турецкий флот. В честь этой победы Екатерина II велела чеканить медаль, на которой значилось лишь одно слово – «был». Это означало «был турецкий флот, а нет его теперь». Когда я в игре, всегда двигаюсь на высоких скоростях. На дороге я никогда не превышаю. На льду, не замечая, пересекаю линии разметки. В дорожном движении сплошные линии неприступны. На трассе я не пристегиваюсь, на моем скелетоне нет ремней. Садясь за руль, первым делом думаю о безопасности. Проходя дистанцию, заранее знаю каждый поворот. В потоке я не один, здесь у каждого свой маршрут. Госуслуги подешевели для пользователей единого портала. Цены скинули почти на треть от тарифов. Мелочь, а приятно. Как платить меньше, рассказываем прямо сейчас. Продолжение следует... Вам захотелось свежих фруктов или сделать витаминный салат из овощей? Сеть продуктовых магазинов «Апельсин» и «Диор» открывает свои двери для всех ценителей качества и свежести. Всегда в наличии свежие фрукты самых теплых уголков земли. Бананы, персики, яблоки. Им уже можно купить сладкий арбуз. Также есть множество других продуктов, в том числе овощи, крупы, макароны, консервы и многое другое. А также корма для домашних животных. Магазин «Апельсин» теперь находится по адресу село Богучаны, улица Партизанская, 77 и по улице Октябрьская, Центральный рынок, магазин «Диор». Ждем вас за покупками. Транспортная компания «Экспресс-перевозки». Ежедневные пассажирские маршруты из Богучана, Красноярска. Время отправления 15.00 и 18.00. Из Богучан от автовокзала, из Красноярска от ДРЦ «Планета». Также доставим до места вашу посылку. Скидки и бонусы для постоянных пассажиров и клиентов. Звоните по телефону 8 923 28 38 3 7, 8 950 439 94 49. Субтитры создавал DimaTorzok